Уже в доме самого Пельмана они перевезли эти пледы, мы их забрали. Они в клетках были? Да. Да, да. Буквально с первого дня войны они по ним начали обстреливать. У них разрушился вольер, их держали в тесном боксе. Типа такой в тесном боксе и не могли выпустить из-за того, что была нарушена сервисная вольера. Поэтому они сидели вот это полтора месяца и у них вот эти потертости, у них вот это облысение. Ну что, ребята, уже все, у вас будет хорошо. Они когда успокоятся, вот несколько дней дадим их, и начнут допускать до леса. Воздухи хорошие, морской воздух у нас. Да. Ну, они нашли вот там. Взяли вузский зоопарк, Ролинский на ягодицу. Да, 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 видите, вот. Ну, так они хорошего цвета, или похудешего. Они худоватые, но не сильно. Да, это ничего, это все, это на живое дело. Они уже кушали за ним? Че. А ты отклимайся? Да, да, это все пойдет. Так, так они уже кушают на сферу, кушают на сфер-классов, а все прекрасно. Да, в основном, на сфер-классов и везде могут надеть сфер-классов, кушают на сфер-классов. Потому что они сделали эту местную местность, указать проехать, который находится на сфер-классов. Вот красавцы они. Мы говорили с мэром Харькова до того, как прозвучало обращение. Первое обращение, такое мощное, прозвучало первое обращение о том, чтобы надо забрать животных. Проблема была в том, что зоопракт находился постоянно под обстрелом. Это действительно поистине героический поступок наших сотрудников, которые не побоялись выходить в район активных боевых действий и вывести, буквально под обстрелами, вывести животных, помочь им. Потому что мы сегодня в Украине не теряем, в отличие от агрессора, от оккупанта, человеческого обличия. Мы заботимся о людях, мы заботимся о детях, мы спасаем всех, мы сегодня это все делаем. И в том числе о братьях наших меньших. Это необходимо делать. В отличие от оккупантов, которые потеряли человеческий облик, убивают детей, людей, животных, рушат зоопарки, детские сады и школы. Животные, которых мы привезли сегодня ночью, они, к сожалению, просидели в тесном помещении практически полтора месяца, потому что фельдман-копарк с первого дня войны был обстрелян, было нарушение целостности вольеров, этих львов не могли выпустить вольеры. И по ним видно, что они были в тесном помещении, у них пролежни, у них потертости. Они довольно сильно застрессованы в результате вот такой тесноты и того, что постоянные взрывы происходили на территории экопарка. Я хочу сказать, что мы их довезли благополучно. Наши врачи сейчас занимаются их восстановлением. С ними все будет хорошо. Это очень красивые звери, им 6 лет, пара белых львов. Очень величественные, красивые животные. И я хочу еще добавить, что я восхищен мужеством харьковчан, людей, которые с ними работают. Работают, это действительно, вот герои молодцы, вот они спасли практически всех животных. Их разобрали различные там зоопарки, и Киевский, и Ровенский, и Луцкий, вот мы взяли. И, конечно, это, ну, никак нельзя было прийти мимо этого. Мы должны были, конечно, им помочь. И мэр Одессы взял на контроль эту ситуацию еще тогда с первого дня. И я думаю, что посетители нашего зоопарка в скорости смогут любоваться этими прекрасными животными, которые благополучно приехали из осажденного Харькова. Субтитры сделал DimaTorzok